Ну а к первому сентября, как оно и положено, двери распахнут все школы России. Дагестанские школы, прошедшие реконструкцию, также примут свой поток учащихся. Так, начало этого учебного года Мацеевской школы будет особенным. Надежные стены, прочные полы, новая спортивная площадка. Этого жители сельского поселения ждали давно. О том, как проходит реализация программы 100 школ в Кизелёртовском районе, расскажет Патимат Ханапова. Сперва нужно место расчистить. Такой подход посчитали самым верным местные власти. Без снятия старой кровли любые работы не имели бы смысла. Состояние школы оценивалось как плачевное. Здесь поднимали вопросы, что необходимо сделать, что необходимо отремонтировать. И Магангаджич сказал, если мы беремся, давайте делать это все от души ради наших детей. Это и богоугодное дело. Два миллиона рублей, если говорить о денежной составляющей, два миллиона рублей мы получили с федерального бюджета. И около трех миллионов рублей здесь, помимо этих денег, сюда вложено от спонсоров. Успеть дать к первому сентября. Такая серьезная задача была поставлена всего лишь недели-две назад. Поэтому мастера здесь трудятся круглые сутки в режиме онлайн под видеонаблюдением. У меня в бригаде три женщины и семеро мужиков работают. И очень оперативная, хорошая работа. Себя не жалею. Ребята очень сильно стараются. Все делают с шести утра. Участие в ремонтных работах помимо мастеров принимают родители учеников и коллектив школы. Люди долго ждали хороших условий для своих детей. Поэтому, отмечают жители, они только рады внести свой небольшой вклад в это нужное дело. Конечно, рады, что есть какие-то изменения в школе. Что полы поменяли, которые ломались, гнили. Потолки, крышу все поменяли, окна. Наконец-то у нас не будет продувать. А то дети постоянно болели. Надеюсь, новое отопление будет хорошо работать, будет зимой тепло. В благоустройстве учебного заведения принимает участие и директор школы. В рабочей форме вместе со всеми свой свободный день он проводит здесь. Многие мне задают вопрос, почему вы директор школы в рабочей форме. А почему я не должен ходить в рабочей форме, когда глава района Магомед Гаджевич каждый утро начинает с моей школы. Напомним, что ремонт в Мацеевской школе проводится в рамках проекта «100 школ». На работу были выделены бюджетные средства в размере 2 миллионов, а также привлечены средства местного бюджета и меценатов. Патимат Ханабова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Кизелюртовский район.